дорогие друзья мы сейчас вам спасибо большое еще раз всем нашим спикером замечательные спикеры сегодня я приглашаю андрей игнатьева стасю савельеву и ирину пыжову на сцену для того чтобы перейти завершающей части нашего форума завершая части мы сегодня проанонсируем ряд проектов которые так или иначе связаны с вопросами управления интернетом ну и начнем с традиционного сборника статей который был подготовлен партнером соорганизатором 14 российского форума по управлению интернетом центром компетенции по глобальной айти кооперации представит его традиционно редактор выпускающие этого сборника уже все включено андрей игнатьев пожалуйста добрый вечер приветствую всех участников кто дошел с нами на финале здесь в зале и всех участников онлайн имею задачу и поручение представить наш очередной сборник центра глобальной айти кооперации который мы уже третий год подряд выпускаем к форуму по управлению интернетом и соответственно к форуму юношескому форуму по управлению интернетом в этом году мы его назвали для простоты между молодежный цифровой форум который прошел 5 апреля в кибердоме вот к этим двум мероприятиям собственно мы выпускаем такой сборник приглашаем всех авторов участвовать анонсируем в январе напоминаем в течение года и собственно уже собрался такой клуб наших друзей которые предлагают свои статьи собственно мы хотели бы видеть и уже наверное мы это видим что это превращается такую некую трибуну где исследователи из вузов из центров развития из различных площадок научных предлагают свое видение свою аналитику свои исследования свои взгляды совершенно иногда даже такие футуристические мы тоже прием принимаем вот в наш сборник мы его размещаем в ринц вот прошлый в прошлом году можно посмотреть он размещен в ринц да он пока наверное не дотягивает до до вак но мы к этому стремимся тем не менее это хорошая площадка для молодых исследователей для студентов для магистров для аспирантов чтобы изложить свою точку зрения будь то это какой-то системный анализ или какой-то прогноз или просто хорошая фактура которая собрана вместе собственно тема управления интернетом является центральной но не только можно писать в общем-то фокусе у нас различные темы цифровой экономики но в данном сборнике собственно 13 статей не буду сейчас прям всех авторов упоминать мы обязательно разошлем электронную версию авторов автором электронная версия будет на нашем сайте но чтобы просто понять спектр статей вот в этом сборнике представлена и проблема спутников применительно к цифровой экономики и проблема охраны результатов интеллектуальной деятельности тема веб 3.0 решение проблемы обеспечения людей продовольствием применительно к цифровым инструментом нейроморфные вычисления статья особенности локализации видеоигр в контексте кибербезопасности медиа журналистика в школьных и молодежных пресс-центрах следующий статья у нас по интернет фрагментации которую кстати представили что стоит наверное отметить отдельно у нас в этом году участвует три автора зарубежных это два автора из сербии и автор из италии вот значит по интернет фрагментации автор из сербии профессор белградского государственного университета статья по технологическому суверенитету тоже автор сербия следующая статья тоже на английском языке это студент итмо по протоколу передачи голоса по айпи и статья автора из италии это по анализу закона об искусственном интеллекте европейском так что статьи достаточно интересные поэтому предлагаем приглашаем всех авторов потенциальных и кто хочет сотрудничать мы в течение года открыто для диалога с удовольствием поконтактируем разберем ваши темы даже в чем-то поможем с материалом то есть те вузы которые там своих студентов возможно какие-то темы продвигают мы тоже готовы там не просто чтобы студент зачет писал да а чтобы написал статью которая будет опубликована наверное это интересно это может как-то студентов стимулировать поэтому призываем тоже педагогов ну к такой коллаборации еще раз значит говорю что сборник будет на нашем сайте cg itc центр глобальной айти кооперации мы являемся в том числе с организатором и данного форума собственно идем всегда плечом к плечу с координационным центром наверное как это наш старший брат наверное можно так рассчитывать вот поэтому приглашаем к сотрудничеству большое спасибо будем рады любым вашим заявкам любой коммуникации пожалуйста есть на сайте наши телефоны наши контакты наш mail передаю торжественно андрею александровичу наш очередной сборник третий надеюсь что он будет храниться и так сказать войдет в кабинете будет так сказать не только будет вас требован для ваших посетителей спасибо спасибо андрей есть вопрос потому что у нас после последнего уже даже год прилетел очень быстро да после 13 форума подходили особенно в вузах заинтересованы меньше студенты больше аспиранты которые спрашивали о сроке в какой момент надо подавать заявку потому что они уже видели эти работы и да и соответственно очень многих аспирантов интересует вообще количество публикаций понятно что в первую очередь в аквовском журнале да об этом еще поговорим ну вот какой таймлайн скажем так для желающих написать как они могут с редколлегии связаться пообсуждать может быть проблематику на что сделать акцент и с кем имеет смысл связываться на это понимаю что с вами да на нашем сайте есть mail туда можно писать на общий mail но смотрите сейчас год будет полон событиями то есть сейчас и если говорить о международке то есть уже при он сформирована группа консультативная при технологическом советнике который будет делать документ по искусственному интеллекту уже первые первые документы появляются его тоже можно исследовать и выражать свою точку зрения то есть я говорю к тому что не обязательно это делать под занавес вот непосредственно перед нашими форумами можно в течение года давать статьи мы их будем накапливать но конкретный дедлайн наверное лучше всего подавать статьи за две-три недели до наших форумов они как обычно проходят в апреле вот в этот период поэтому вот дедлайн дедлайн лучше за две-три недели до форума вы сами можете искать посмотреть посчитать по лучший февраль в календаре себе до февраля кто хочет этот год и брикса пожалуйста в рамках брикса открывается множество тем которые можем в течение года рассматривать поэтому можно писать начиная уже завтрашнего дня как обычно уже стал наш традиционный лозунг такой хэштег да риг заканчивается будем готовиться к новому да поэтому в течение года можно подавать статьи обсуждать и если они будут актуальны мы даже можем их посмотреть другой ресурс где опубликовать раньше чем риг в следующего года либо же мы их просто будем накапливать и разместим в сборнике вот наверное вот таким образом в любом случае можно контактировать и с андреем александровичем с координационным центром если будут от вас какие-то заявки то есть это мы рассматриваем как такой совместный продукт всех кто будет заинтересован особенно по итогам летней школы по управлению интернетом об этом речь пойдет мы всех успеем сориентировать и они вовремя смогут податься на публикацию ну и собственно всех участников форума это как раз самая релевантная мне кажется аудитория которая готова делиться своими мыслями по поводу обсуждаемых тем на нашей площадке мы тоже призываем и приглашаем готовить свои материалы потому что на самом деле вот этот сборник публикации он идет в самые самые высокие кабинеты надо сказать и тем кто отвечает за международные коммуникации попадает на стол в обязательном порядке я знаю что пользуется определенным авторитетом еще одно издание которое мы с удовольствием представляем на нашей площадке вот если это называется интернет сегодня и завтра то журнал который у ирины пыжовой в руках ответственного выпускающего редактора называется интернет изнутри ну вот что это за издание она тоже вышла этот номер вышел в канун российского форума по управлению интернетом ира тебе слово я хочу представить я хочу вам представить новый выпуск журнала интернет изнутри это уже двадцатый выпуск мы вас готовили специально к 30-летию домена ру хотя тема выпуска квантовой технологии выпускнул был очень непростым тем не менее в журнале есть интервью с алексеем димитриевичем лесниковым одним так сказать из отцов основателей домена ру вот интервью реально очень интересное он сумел найти фотографии там 30-летней давности там люди могут найти себя вот очень-очень молодыми юными да андрей александрович там присутствует на этих фотографиях тоже есть вот но я так поняла что в общем журнал рекламе не нуждается потому что когда я сегодня утром пришла на форум на второй день журнала уже не было но можете не расстраиваться журнал будет опубликован на сайте журнал нового выпуска сейчас готовит публикация сайт ii 2i dot org dot ru то есть буквально в ближайший день 2 журнал там появится можно будет посмотреть его там вот а так журнал выходит раз два раза в год следующий номер будет осенью уже известно чему будет следующий номер посвящен или пока обсуждается еще тема тоже ждем предложения сообщества для того чтобы максимально был интересен журнал для аудитории нашего форума и вообще для нашего интернет-сообщества теперь мы передаем слово стасе савельевой просим запустить презентацию насколько я знаю сейчас она есть это как раз для тех кто говорит что не только и кликер что не только у нас российский форум по управлению интернетом проходит да но есть ряд других мероприятий связанных напрямую с тематик интернет governance и вот как раз об этих мероприятиях об этих проектах расскажет татья савельева координатор летней школы по управлению интернетом да всем добрый день сегодня расскажу о спецкурсе который проходит в преддверии российского форума уже четвертый раз в этом году следующем году будет пятый мини юбилей концепция курса такая что за за три недели до старта курса до старта форума начинается курс ребята слушают лекции по основным тематикам по основным секциям кстати говоря в этом году у нас в основном все лекции были прочитаны нашими спикерами которые были сегодня и вчера это и глеб шуклин и алексей лукацкий я не буду всех причислять программа у нас есть так что перейду сразу к самому интересному в рамках этого курса это не только образовательный проект где ребята просто какие-то основные моменты для себя могут подчеркнуть законспектировать но и подготовить можно мы предлагаем подготовить молодежные тезисы такой молодежное послание если можно так сказать это список проблем и возможных способов их решения если говорить про аудиторию в этом году она была очень не похожи на предыдущие курсы и в целом по летней школе про которую тоже в конце обязательно скажу ситуация нас была примерно одинаковая но в этом году у нас было больше молодых людей чем девушек и плюс ко всему у нас аномальная популярность была среди айти направлении профиля на в основном это конечно международные отношения и правая юриспиденция но в этом году был вот такой бум было очень интересно хотя местами сложно если говорить про сами итоговые тезисы вообще ребята проделали большую естественно работу тут даже сложно объяснить насколько большую но если так упоминать если в цифрах то ребята сформулировали 52 проблемы такие где-то локальные где-то достаточно глобальные сколько способов решения не предложили и это отдельная тема ребята подходили очень системно и иногда даже смотрели вглубь проблемы вот алексей лукацкий много раз уже упоминал про диагморфическую яму ребята вот в частности предлагали повышать рождаемость и уже ребят сразу с младенчества ориентировать на айти и вообще политик популяризировать математику как школах так и математический анализ вузах то есть вот есть такой запрос почему не только ребята из эти профиля да это было поддержано и другими нашими участниками в целом я бы не останавливалась так подробно я знаю что мы должны идти в тайминге на итоговых тезисах я обоставила их на слайдах у нас сегодня мы пригласили одного из предвеков на выпускников и летней школы специального курса это марина моисеева стенд мгу если можно я хотел бы пригласить марина бы дала отзыв и кратенько рассказала как каково это было составлять эти проблемы и способы решения предлагать да в общем всех приветствую я очень благодарна всем причастным к созданию спец курса за вот эту возможность как бы стать ближе немножко такой практика ориентированной деятельности потому что действительно все темы которые были освещены они рассматриваются в рамках секций российского форума про ли интернету как несложно догадаться вот и очень бурная у нас дискуссия конечно развивалась было представлено многообразие профилей меня тоже удивило что было много айтишников потому что у меня вообще не очень большой опыт пока что участие в мероприятиях посвященных управлению интернетом но везде где участвовала конечно было больше ребят связанных с цифровым правом то есть юристов а здесь вот такой вот сюрприз нас ждал в некоторых комментариях даже пытались люди коды какие-то прописать и друг друга исправить действительно это взаимодействие расширяет кругозор потому что я сама с международных отношений хоть я считаю что это одно из самых многоспектных направлений все равно я типа гуманитарий вот теперь хочу остановиться немножко на как бы самый сложный для дискуссии проблеме она наверное касается глобального сотрудничества и управления вот нам нужно было сформулировать проблемы связанные с этой тематикой решения и в общем то главное к чему пришли что основная проблема заключается в том что из-за различного экономического геополитического идеологического противоборства страны при мультилатеральном подходе просто не могут прийти к консенсусу какому-то невозможно намечают цели но не предлагают никаких решений и не существует в общем-то организации или структур которые контролируют исполнение намеченных целей их реализацию вот но мы верим в светлое будущее конечно ситуация к сожалению показывает что реалистская теория международных отношениях работает что все придерживаются своих интересов но совместными усилиями я считаю что диалог очень даже возможен но самой легкой темой было как нетрудно догадаться кибер угрозы кибербезопасность потому что айтишники это все взяли в свои руки вот ну и в целом это тема для рассмотрения не то чтобы простая но она логически структурирована потому что на каждую угрозу находится соответственно решение единственное о чем стоит думать это возможно предупреждающих действиях со стороны компаний которые не ждут когда на них нападут да а внедряют каких-то белых хакеров чтобы они там заранее проверили все и так далее вот это единственная наверное сложность ну а так что еще могу сказать я очень воодушевлена что я во всем этом поучаствовала вот хочу сказать всем спасибо да будем дальше работать и дальше быть ударниками как стать имен зала спасибо спасибо большое ну вообще надо сказать что с одной стороны воодушевляет с другой стороны немножко пугает да вот такое отношение к вопросам информационной безопасности как самым легким из повестки но и глобального форума и нашего форума по управлению интернетом это молодежь надо сказать что в этом году у нас основной акцент и молодежь конечно звучала на молодежном цифровом форме в этом году мы не стали проводить отдельную секцию посвященную как раз вот молодежному треку но голос прозвучал в рамках закрытия это тоже очень здорово да ну еще раз хотела бы сказать что на сайте нашего форума можно найти раздела спецкурсии там будет и полный перечень все 52 проблемы и многообразие способов решения можно будет ознакомиться ну конечно краткая версия то что там будет представлена но я хотела бы завершить прононсировать пятую мини юбилейную летняя школа по управлению интернетом конечно пока еще в проработке конкретные даты старта приема заявок вообще этот курс более длительный если сравнивается спецкурсом спецкурс такой более интенсивный летняя школа это полтора месяца активной работы причем ребята делают очень много домашних заданий большая групповая работа и весь курс разделен на два этапа второй этап поддерживается и проводится совместно с пбгу питерским нашим большим университетом и ребятам выдается сертификаты в том числе если они прошли оба этапа выдержали так сказать эту активную работу им выдается сертификат о повышении квалификации обычно прием заявок середина июня середина июля и в середине июля уже начинаем летнюю школу на вот как обычно проводится два этапа практически до конца августа так что у студентов есть отличная возможность провести свои летние каникулы эффективно плодотворно на самом деле ребята после летней школы очень мне кажется активно интегрируются в другие мероприятия связанные с управлением интернетом и часто представляют и молодежный совет потом к ц и в общем мы ребятами выпускниками гордимся и очень ждем свежую кровь это правда давайте поблагодарим аплодисментами спикеров завершающей секции я вас приглашаю пройти в зал занять свои места